Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет крафтовое пиво, конкретно крепкие имперские стауты там дабл стаут, как-то так он называется. Сегодня я попробую, наверное, самое такое дорогое свое пиво вот это вот неврастение, купил ее за 290 рублей взял специально от разных производителей я взял побольше стаутов, но какие-то я, наверное, не буду записывать, какие-то буду, посмотрим взял там еще другое пиво, заехал в несколько крафтовых магазинчиков в общем, крафтика подкупил так, сегодня у нас будет Екатерина от Джоус ну там в коллаборации с какой-то бельгийской пивоварней потом у нас Коникс, Тирамису ну Тирамису, это, можно сказать, мой любимый десерт, поэтому не мог тоже, так сказать, пройти мимо и, собственно, вот это Хопхед Брауэри неврастение, 290 рублей за 0.33 я брал, помню, этот ищу человека, тоже, примерно, за такой ценник и, но там было 0.5, а здесь 0.33, поэтому самое дорогое пиво, которое пьет, дает этому пиву все, сейчас будем все это дело пробовать но у меня нет открывашечки, поэтому небольшая пауза оп, все, я вернулся открывашка на месте и начинаем нашу дегустацию и начать я хочу, наверное, вот как раз с этой неврастении потому что, ну как бы, дорогое самое пиво как бы его не попробовать кстати, Екатерина мне посоветовала продавщица я изначально это что-то пиво пропустил хотя, хотя стауты там активно набирал эти в магазине так, поехали, что здесь пишут неврастение, пиво, дабл стаут, номер 1, темное так, собственно, что здесь, сусло 25 алкоголь 10.5 состав вода, солод пивоварный, чменный светлый, солод карамельный, солод шоколадный солод кофейный, хмель, дрожжи возможно, естественный осадок вроде больше здесь ничего интересного нет пивоварня это у нас Хопхед Браури кстати, какой город? по-моему, Санкт-Петербург да, Санкт-Петербург написано естественно, я ничего из этого не пробовал сегодня будем вместе с вами так сказать, проводить первую пробу вообще, мне вот эта тема стаутов вот в таком формате то есть, вот этих крепких имперских там, дабл стаутов, да очень нравится блин, реально можно просто взять бокальчик и посидеть, так медленно подсидеть это пиво оно порой бывает очень вкусное особенно вот пиво, которое там выдерживается во всяких там бочках и прочее, то есть вообще классная тема и как раз по алкоголю, в принципе, нормальная такая интересная ситуация в целом так что, как-то так давайте, в общем, смотреть ароматику ну, чувствуется, кстати, шоколад на фоне шоколада сладкая тема какая-то, карамель какие-то не знаю, что ли, что-то фруктовое немножко какая-то интересная тема такой, знаете, как шоколад с молоком, карамелью вот что-то такое немножко каких-то фруктов, ягод сладкий очень запах как десерт прикольный нравится мне запах про цвет здесь говорить особо нечего я думаю, все будут примерно такие поэтому здесь особо нечего обсуждать ну что, давайте, ребят вкусное пиво хорошее время приятного просмотра плотное шоколад такой, знаете тягучий и немножко какой-то молочной кофейной темы на минимуме вот это вот часто бывает, знаете, в этом пиве вот эта кофейная тема, да которая вот кислит ну вот эта вот вся кофе тема здесь вот ее она, причем есть именно привкус кофе но нет вот этой вот кислой темы мне нравится пиво крутецкое сегодня у нас не батл я просто взял специально от трех этих но в любом случае как бы по итогам-то мы подведем итоги и посмотрим какой стаут оказался лучше где у коникса там этих стаутов я не знаю по-моему 4 или 5 штук взял именно в таком формате посмотрим чем они кстати отличаются очень интересно я вот один попробовал недавно назывался по-моему burn взрыв такой малиновый ну такой прикольный интересный но вот этот конечно прям хорош прям хорош потому что нету вот этих вот не знаю в последнее время вот как я говорю вот эта вот кофейная кофейная какая-то тема мне по крайней мере попадается не знаю тенденций потому что я не особо в курсе что там новинка что не новинка я беру вот именно в крафтовом сегменте больше по стилю то есть я прихожу в магазин говорю ага вот имперские стауты мне дайте там дабл стауты вот эти все и там какие-то еще немножко стилистик других но в целом вот именно по стаутам у меня что-то сейчас тема такая ладно давайте десертик под видом коникса тирамису называется посмотрим что это за пиво пиво русский имперский стаут тирамису темное нефильтрованное неосветленное не пастеризованное состав вода питьевая солод ячменный светлый солод карамельный сженый ячмень солодовый экстракт хмель пивные дрожжи и алкоголь здесь 13 13 блин где такое видо на суслу 32 ну такая это вообще какая-то ядреная тема получается но кстати по цене она стоит тирамису 165 рублей давайте смотреть что нам коникс подготовил тоже интересно кстати да почему я взял вот в конкретном в этом магазине три стаута от коникса и один стоил вот этот взрыв как я говорю 190 вот этот стоит 165 и еще я взял кэндл ойл стоит 160 интересно с чем связано именно ценообразование причем 190 и 160 но это достаточно такая приличная разница получается 20% по сути поэтому оба стаутец налит прям блин по-моему чувствуется даже плотность просто от того когда ты наливаешь это пиво что оно прям опа керамису немножко захватилось так ну что я бокальчик рядышком поставлю поэтому будет видно может я боюсь пододвигать потому что край стола я знаю насколько не видно поэтому тоже не очень охота окей давайте посмотрим ну по цвету примерно та же история то есть абсолютно непрозрачный темный какой-то напиток ароматики ваниль шоколад но в основном вот эта ванильная какая-то тема здесь больше преобладает что давайте попробуем за наши хорошие напитки здесь прям еще плотнее прям тело вот это шоколадное оно прям супер плотное здесь ощущается алкоголь сразу бросается алкоголь на втором плане как бы поэтому мне нравится знаете когда алкоголь чувствуется но когда это немножко другой стиль и он как-то когда именно до выдержки в бочках это какие-то вот такие вот либо винные нотки либо нотки там бурбона да виски что-то такое а здесь ноты они такие знаете просто да вот это вот шоколадное тоже здесь тоже кофе нету как бы бокалы не перепутать но я думаю разберемся но здесь вот вот спиртуозность вот это вот вылазит на заднем плане ну как по мне это не круто потому что вот сначала вы чувствуете такой крутой густой напиток а потом бах и вас вот эта вот спиртозность все просто сладость из алкоголя выпирает ну 13 да что сделаешь в целом ну мне в растение намного интереснее кстати представляете мне потом это все дело допивать и вот кстати напиток вот этот Екатерина который мне продавщица порекомендовала я уже уходил из магазина и она что-то говорит а вот Екатерину все хвалят попробуйте стаут я говорю окей беру Екатерину здесь кстати есть небольшая предыстория давайте я сейчас зачитаю это джаус совместно с бельгийской пивоварной давайте состав адайчменный сволокмель дрожжи пивные здесь ничего абсолютно интересного нету в принципе 8,5 здесь алкоголь я так понимаю да 8,5 алкоголь 19,5 сусло и изготовитель ООО Хэт Анкер НВ адрес производства Бельгия понятно и вот что они пишут сами эти пивовары пиво Екатерина сварено в Бельгии совместно с Хэт Анкер и названо в честь императрицы Екатерины Первой имя которой носит Екатеринбург мы взяли классический рецепт имперского стаута и воплотили его на одно из старейших пивоварин Бельгии бельгийская школа придала популярному сорту свое обаяние при кажущейся легкости пиво раскрывается конфетно-карамельной сладостью со сложным ароматом сухофруктов ванили и леденцов этот стаут имеет глубокие корни и при этом несет все дух современности воспевающий неповторимость и идентичность давайте пробовать этот стаут кстати они такие прям ядреные уже немножко даже пьяненькие прям становились можно сказать на глазах даже крышечка у нас улетает ладно окей наливаем это дело хоба что он не войдет что ли должен хоба все тоже тоже чувствуется вот эта вся тягучесть при наливании пива кстати видим пенки нету да практически в принципе у пива здесь статья есть пока небольшая но я думаю она быстро сядет давайте посмотрим ароматику а цену по-моему забыл сказать да вот это Екатерина 195 то есть это нечто среднее между кониксом получается и неврастинией здесь прям вот это да шоколад ваниль немножко кофе у меня почему-то идет никаких леденцов там что-то такого нету ну что давайте вкус попробуем ну ну этот прям такой тоже знаете он немножко он действительно такой как десертный он немножко сладкий какой-то вот все ноты вот эти на фоне вот этого шоколада всего вот этих вот тем здесь кстати кофе по сути не чувствуется особо во вкусе здесь грубо говоря вот у вас шоколадный вот это горький горький шоколад если взять растопить вот это вот основное тело идет да и на его фоне немножко играет там красками вот эти вот сладкие всякие ну как они говорят конфеты мне кажется они совсем конфетные какие-то ну что-то да такое есть немножко из сладкой темы и потом все-таки нотка какая-то спиртозности есть не такая как в кониксе однозначно в кониксе это прям ярко поменьше и в целом наверное сейчас я еще первый не в растение сделаю глоточек пройдет после вкуса так сказать определю сегодняшнего победителя это точно будет не коникс из-за его алкогольной составляющей я кстати думаю даже если это станет в целом не в растении если она мне больше понравится я ее покупать не буду просто по ценовой политике не то что она какая-то там плохая но как бы есть вообще много прикольных стаутов и проблема я бы даже знаете сделал бы ролик вот самые крутые вот стауты да но проблема в чем их нету их не купишь те стауты что было раньше их сейчас нет в продаже мне допустим Есенин очень понравился стал в свое время но так я насколько понимаю его нету его не купишь не ну ароматика здесь конечно поинтереснее да здесь прям ароматика поживее вот этот топчик вот этот топчик это тоже хороший коникс немножко сдюжил за счет того что там нагнали алкоголь видимо для красивой цифры здесь кстати такая прям сладкая нотка ну это вот видите уже у меня вторая часть вот эта вот дегустация получается такая что я уже подбухиваю короче сижу здесь и всем вот этим занимаюсь поэтому можно особо в это не вникать все наверное я на этом буду заканчивать как бы больше уже сидеть тяжеловато становится со всеми этими напитками вот поэтому крафт будет крафта купил прям хорошо на несколько роликов точно хватит разных стилей хотя настал это конечно сделал упор потому что мне они просто больше нравятся вот в общем ставьте лайки пишите комментарии как вы относитесь вообще к крафтовому пиву к крафтовому пивоварням напишите кстати кому не сложно какой-то вот свой я не знаю там топ того что сейчас можно еще купить в крафтовом сегменте то есть не в принципе что вы пили а именно из того что сейчас продается там ну несколько пива в разной стилистике мне просто интересно будет покупать не покупать я не знаю потому что сложно купить потому что у нас не все пивоварни есть все такое выбор не очень большой и не все стилистики я как бы хочу пить интересно почитать какое пиво пьют мои как бы подписчики мои зрители и в общем так вот все всем ребят спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и всего доброго до новых встреч пока пока